Вечерние наряды, ленты выпускников, всеобщая обеспокоенность. Вот-вот они в последний раз зайдут в актовый зал своей школы. Для Натали Топчей этот день особенно волнительный. Сегодня девушка получает не только аттестат, но еще и благодарственное письмо от главного управления МЧС по Приморскому краю. 30 апреля этого года она спасла человека, подругу, которая упала без чувств и не подавала признаков жизни. Не раздумывая ни секунды, Наталья бросилась помогать подруге. Промерив пульс, который практически не прощупывался, приступила к оказанию первой неотложной помощи. А именно провела сердечно-легочную реанимацию. Через несколько минут Лиза пришла в себя. После Наталья вызвала скорую помощь. Благодаря своим быстрым, грамотным действиям Наталья Топчей спасла свою подругу. Все события того дня до сих пор вызывают бурю эмоций. Девчонки прогуливались по Владивостоку. Подруга Наташа узнала новость о смерти близкого человека. Организм отреагировал незамедлительно. Девушка упала и перестала дышать. Наталья пыталась звать на помощь и даже вызвать скорую. Но потом поняла, время терять нельзя. Пытала делать резкими движениями массаж сердца. С четвертого раза она сделала резкий вдох и она пришла в себя. Душа вернулась. Я спросила, ты что-нибудь помнишь? Она сказала, я ничего не помню. Когда я вспоминаю эти эмоции, как будто я в тот день уже была, не раз переживаю это снова. Вот. Сейчас выпускной, сейчас все позади. Накануне выпускного вечера Наталья Топчей уже получила благодарственное письмо от администрации нашего города. В эфире программы «Есть Тодей» делилась событиями того дня. Выяснилось, что это не единственный случай, когда она пришла на выручку человеку. По словам специалистов, не каждый может в экстренной ситуации взять себя в руки и действовать. Поздравили. Очень приятно, что это станет назиданием, примером для других детей, что не нужно проходить мимо. Это меня, конечно, очень сильно радует, что она не растерялась, что вовремя стала реанимировать девочку, потому как скорая приехала, Боже, и Таня Сотов. В похожих обстоятельствах может оказаться любой из нас, но получится ли справиться? Наталья сориентировалась в сложной ситуации и даже решила связать свою жизнь со службой в органах. Возможно, помощь людям – ее призвание. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.